Вместе с массажом была сессия, и мы в начале прошлой сессии говорили о очень важном вопросе. И в повестке дня нынешней сессии мы не нашли этот вопрос, и его, видимо, не хотят обсуждать. Вопрос, который касается 10 гектаров между улицей Святошевской и Машиностроением. Я просто хочу задать несколько вопросов. Возможно, кто-то из депутатов инициирует внесение этих вопросов в повестке дня. Но начну с небольшой истории, реальной. Депутату Вишневского совета городского пришли и спросили, папа, расскажи, что такое великодушник. Папа задумался и сказал, что душа может быть маленькой, как кошелек. И тогда в эту душу помещается домкотень. А может быть великой. И тогда в душу помещаются леса, поля, реки, люди, животные. И человек с такой душой великодушник. Я вам расскажу, что произошло за прошедший месяц с вопросом, который меня волнует. И волнует большое количество жителей Вишневого. Громадская организация «Дети Вишневого» стала субъектом судебных разбирательств. Но это парадокс, потому что городской земли в первую очередь должны защищать депутаты и городская власть. Но сейчас все процессы в суде инициируют общество. В хозяйственном суде Киевской области в обеспечении нашего заявления, заявления общественной организации, была принята УКО, который действует с 4 июня. Точнее, в ходе поправки, с 8 июня она вступила в действие. И общественность, активисты, жители Вишневого пытались, начиная с 8 июня, добиться исполнения этой ухвалы. Ухвала говорит о том, что на указанном участке, на участке, о котором я сказал, на 10 гектаров, запрещается вести строительные работы до принятия окончательного решения в суде. А суд будет рассматривать на следующем заседании документы, которые должен предоставить не только застройщик, но и структуре, уполномоченной, выдавать подобные документы. Вот если эти документы официально будут предоставлены, суд будет их рассматривать. До этого момента стройка должна быть остановлена. На сегодняшний день меня судят в районном и воспоршенском суде по факту административных правонарушений. Как они были возникли? Потому что я физически пытался добиться исполнения ухвала суда. Я считал, что ухвала суда должна исполняться непрекосредственно. Их есть структуры, которые помогут добиться исполнения ухвала. Но оказалось, их нет. То есть они, наверное, есть, но они не прилагали никаких усилий. А я прилагал усилия. Все, которые были мне доступны. И в результате меня спасли. Это просто для информации. Ну, я опять задаю вопрос, где депутаты. Почему я и мои сторонники приходят и требуют исполнения ухвала суда, а депутаты в этот момент занимаются другими, более, наверное, важными вопросами. В связи с этим мне непонятна позиция городского совета. Потому что каждый раз, когда мы присутствуем на заседаниях суда, будь то хозяйственный суд или в апелляционном суде сейчас идет процесс, в котором государство защищает свои интересы. Но Вишневская Мяська Рада никак не защищает свои. Вот мне непонятно. У государства есть интерес отстоятельную землю. У городского совета Вишневского интереса к этому нет. И позиция представителя... Ведь везде городской совет участвует как субъект процесса. Но позиция представителя городского совета, когда судья задает вопрос, у вас есть какая-то позиция? Встает юрист и говорит, на усмотрение суда. Ну, мне непонятна такая позиция. Потому что у нас, как у субъекта, еще одного субъекта процесса, есть позиция, что землю надо вернуть в собственность города. Безусловную субъект. А у представителя городского совета позиция на усмотрение суда. То есть нам все равно. Как суд решит отдать землю, вернуть землю не важно. Это нас возмущает. Я хочу, чтобы сегодня кто-то дал ответ на вопрос, какая позиция городского совета. Дальше. За это время пока у городского совета нет четкой позиции. Застройщик этого объекта, ну, незаконного строительства на захваченной земле смог зарегистрировать право собственности на несовершенное строительство. То есть вы пока в течение месяца, вы бездействовали, вы обещали депутатам. Застройщик, он получил право собственности на этаже, которые смог бы устроить. Моей усилий не хватило. То есть я там разбивал грузовики, но это не помешало ему стать собственником незавершенного строительства. То есть вы своим естественным сделали все, чтобы он смог захватить эту землю, узаконить факт захвата и построить место парка, построить дом. Второй вопрос. Это был первый вопрос о позиции городского совета судебных процессов. Второй вопрос. Мы все-таки добьемся, что у Куава хотя бы краткосрочно будет испорт. Ну, какие-то средства. 9 числа исполнитель государственный придет на стройку. Придет, я надеюсь, при поддержке полиции, потому что следующим этапом после того, как он придет, будет открытие уголовного права по факту злостного невыполнения решения суда. Мне интересно, кто-то из декутатов придет? Все. Поддержали. Все придут? Все придут. Хорошо. Потому что я так буду. Если не будет полиции, то я буду выполнять какие-то силовые функции полиции. Как это я сделал несколько раз, и теперь меня судят. Ну, знаете, 7 методов, 1 на 3. Мне интересно, еще кто-то придет. Пожалуйста, тоже, если можно, внесите в повестку у меня там общий вопрос и дайте какие-то ответы мне и другим жителям Искорда. Ну, пока все. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо.